Здравствуйте, товарищи! Добрый вечер! Мы сегодня хотим поговорить о таком интересном материале, который представляет собой закон и право. И поговорить о законе о праве не применительно к жуликам, хулиганам, грабителям и бандитам, а применительно к той сфере, в которой относятся к сфере труда. В сфере труда важнейшими законами являются не только необходимые нормы техники безопасности, охрана труда, но и те нормы, которые устанавливают права работников и права их организаций, их объединений. Значит, такими объединениями являются профессиональные союзы, а таким законом, который является самым главным для этой сферы, является Трудовой кодекс Российской Федерации. И есть специальный закон о правосоюзах, их правах и гарантиях деятельности, который является отдельным законом, который надо принимать во внимание при защите прав работников. А защита прав работников обеспечивает нормальное функционирование общества, нормальное функционирование экономики, развитие России. И если есть сбои в этой сфере, это подрывает развитие экономики, это ухудшает положение России, ухудшает положение людей и, так сказать, вредит со всех сторон. Поэтому защита закона обеспечивается специальными службами, у нас имеется, как известно, прокуратура. Ее смысл в том, чтобы наблюдать за точным и полным исполнением законов во всех сферах. И каждый человек, и каждая организация зарегистрированная может обратиться в эту самую прокуратуру, в органы прокуратуры. Причем так там построена работа, что обращается человек или в районную прокуратуру. Потом, если он не получает ответа или не решили его проблемы, он может обратиться в городскую прокуратуру. Если в городскую прокуратуру и областную не решили, то в генеральную прокуратуру. Я как-то, мне так пришлось по делам обращаться в генеральную прокуратуру. Я присутствовал там в приемной, а в приемной написано на стене, что сюда будем принимать и брать заявление только у тех, чьи вопросы не решены на уровне городском и областном. То есть генеральная не будет у вас рассматривать, если не рассматривалась вот здесь. А если вы пошлете туда, то она все равно вернет на нижний уровень, поэтому обращаться она туда. Ну и кроме того, есть у нас специальные другие организации, которые преследуют тех, кто нарушает. Это органы внутренних дел, суды в том числе. Ответственность предусмотрена там, скажем, за него был ту заработной платой, предусмотрена уголовная ответственность. Если вот не выплачивать зарплату, другое дело, что если никто не обращается, то и ответственности нет. Если обращаются, вот скажем, товарищам, которые строили космодром, им не выплачивали зарплату, ну там были заведены очень много уголовных дел, и многие понесли за это ответственность. Поэтому государство должно за этим следить, и оно за этим следит. И эта вот передача, с одной стороны, для тех, кто является самими работниками. Работники знают одно и свои права. Но она и передача для руководителей. Руководители должны знать и свои права, и права работников, и стараться не нарушать законы. Потому что нарушение законов невыгодно не только работнику, но и представителям работодателя, потому что пострадает тут представитель работодателя, в случае, если они нарушают законы. Поэтому это, вот я думаю, полезно для всех. Что касается вот меня, как ведущего, я являюсь президентом фонда рабочей академии, фонда содействия обучения рабочих, который зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 1994 года. То есть, довольно-таки давно уже зарегистрировано. И являюсь одним из авторов проекта Трудового кодекса Российской Федерации, который мы готовили вместе с Константином Васильевичем Федотовым, который так и шел, как проект фонда рабочей академии. И его поддержали все крупнейшие профсоюзы России. И он получил 189 голосов депутатов Государственной Думы и занял второе место. То есть, больше получил, чем правительственный проект, чем проект Московской Думы, чем проект партии Яблоко, проект восьмерки из профсоюзов. То есть, мы этим делом занимались специально, профессионально, ну и научным уровнем. В том числе, я являюсь профессором по кафедре экономики и права, это мое научное звание, а ученая степень у меня доктор философских наук. Но мы собрались здесь не для того, чтобы меня слушать, а наоборот, слушать тех товарищей, кого непосредственно затравивают трудовые права. И поскольку у нас вот здесь присутствует, во-первых, товарищ Лебедев, Олег Викторович, машинист электропоезда, он является членом российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей. Здесь также присутствует Фурса Николай Георгиевич, водитель спецтранса, он является членом профсоюза жизнеобеспечения и входит в профсоюзную организацию ООО «Коломяшская» и этого профсоюза. То есть тут есть люди, которые являются а, работниками, б, членами профсоюза активными, и они эти права знают, ну, не книжным образом, как можно было бы про меня сказать, знают их, афгатизм внутрией и по характеру своей работы, взаимодействия с работодателем. Поэтому я думаю, что мы должны потом обсудить сегодня вопрос о том, о чем не должны забывать работодатели и члены профсоюза. Члены профсоюза не должны забывать о том, что они должны требовать, вот какие права им даны, и свои права отдавать самому государству, для того их устанавливают, проводят их через Думу, их подписывает в президент, вовсе не для того, чтобы ими не пользовались. Во-вторых, какие права должны знать работодатели, чтобы они не попали в ситуацию, когда закон будет на них обрушиваться, так сказать, уже как тяжелым катком. Если кто-то думает, что он очень высоко сидит и его не затронут эти нарушения, то в современной России это не проходит. Почему? Ну, если мы даже возьмем уровень субъекта федерации, то знаем, что вот глава, например, Кировска сидит, сидит по решению суда министр экономического развития и торговли. Нет, министр экономического развития. Товарищ, или теперь уже гражданин, гражданин в этой сфере называют, Урюкаев сидит в тюрьме, А еще один член правительства с таким красивым названием, у него был пост, министр по делам открытого правительства, обыдов, он решил, что это открытое у него для грабежа, для того, чтобы тащить государственное имущество и закладывать в свой карман. Ну вот по нему еще уголовное дело до конца не доведено, но он точно будет сидеть. Ну, у нас еще есть для этого органы соответствующие, которые не спят, кроме всякой пропоратуры, есть еще один могучий орган, который возглавляет товарищ Бастрыкин Александр Иванович, он из нашего университета, вот я его лично хорошо знаю, очень умный, порязный человек, выступает за смертную казнь, тем, кто нарушает закон. Вот, он председатель следственного комитета, то следственного комитета ведет всякие вот как раз дела, которые связаны не с мелкими нарушениями, которые бывают у работников, а вот с теми крупными нарушениями, которые бывают у начальников. Поэтому подход должен быть у нас один. Закон, он один на всех, и все должны его исполнять, и работодатели, и работники. Если они будут его исполнять, то это улучшит работу и работодателей, и работников, и взаимодействия, и атмосферу, и это приведет к тому, что результаты будут у нас лучше. Потому что, вот, скажем, те организации, которые работают здесь, пришедшие, это уважаемые организации, очень важные, очень нужные. Поэтому надо, чтобы внутренний мир в этих организациях, связанных с отношениями между работодателем и работниками, был тоже такой. Но при этом мы должны руководствоваться нормами закона. Поэтому первое слово Олегу Викторовичу Лебедеву, машинисту электропонита, и члену профсоюза российского железнодорожников и транспортных строителей. Пожалуйста, Олег Викторович, я думаю, что Николай Георгиевич тоже скажет свое слово как водитель и член другого профсоюза. Потому что речь идет не об особенностях какого-то профсоюза, а об особенностях нашего законодательства о труде, о правах профсоюза. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, Олеги Товальевичи. Хочу сказать сразу же, в этом году у нас, нашей организации, вот в этом месяце, через пять дней будет юбилей, ГУП Петербургский метрополитен. Хочу поздравить всех работников, всех причастных, всех работников поздравить с этим юбилеем. Вот. И знаете, что хочу сказать. У нас вот сейчас будет через несколько дней выборы ДПО Московская, профсоюзную организацию. Вот. И я как бы там буду, планирую участвовать. И подпадал как бы свою кандидатуру. Ну, вот. с этим непонимание какое-то среди руководителей, значит, что не пущать, не пущать ни в коем случае. Так это разве дело руководителя? Руководитель не может это искать. Это дело чисто профсоюзное. Ну, видите, как бы, у меня вот... Ну, мнение-то он может высказать? Конечно, да, безусловно. Ну, вот у меня, например, смена рабочая. У нас людей сейчас хватает очень много, то есть спокойно можно выгодать мне какой-то там выходной, как бы поменять смену. Смены так и никто не поменял, понимаете? Я вот не знаю, значит, как сейчас мне это... Идти на эти выборы, понимаете? Больничный брать как бы не хочется, понимаете? Как бы, за свой счет я написал. Тишина полная. Вот. Посмотрим, что будет, как бы, завтра. Какие действия еще предприниму. Последние, вот, чтобы попасть все-таки, как бы, и поучаствовать. Потому что я, согласно уставу профсоюза, любой работник метрополитена может... Любой работник, ну, член профсоюза, соответственно, может выдвигать свою кандидатуру. Вот. И я не могу, к сожалению, реализовать свою возможность. Как бы, профсоюз состоит 20 лет. Вот. Как бы сказать, ничего такого плохого не могу сказать, соответственно. Но, но, хочу, знаете, как-то глупо бы звучать, но хочу благодарить наших руководителей, которые сами своими действиями, так, ну, как бы, противоправными действиями, понимаете, ведут конфронтации, понимаете, коллектива, и конкретно меня, и себя, понимаете? Спасибо вам, дорогие товарищи. Если вот вы себя вели бы поспокойнее, может быть, как бы и не было таких вот разговоров, как они сейчас к этому приходят все. Вот. Так что вы себя вините в следующий раз. Если какие-то будут вот такие вот там, не очень хорошие там эти слова, там, что там, кто там чего-то говорит, там, какие там ролики снимает, Навальный, вы себя вините, себя. В первую очередь себя. Начальники, замы начальников, себя вините. А потом, они надо было, как говорится, в такую конфронтацию. Это во-первых. Я думаю, что, так сказать, это небольшая проблема. Если вы обратились с тем, что в связи с выборами вы будете выставлять свою кандидатуру и просить у вас на это время переместить, так сказать, какой-то, изменить вероятность, тогда... Вот вы написали заявление соответствующее? Да, там, у нас, как бы, не надо, мне написать вероятность не надо, там просто нужно, как бы, заявить свой... Любой человек может идти и выставить свою кандидатуру. Нет, ну, тут, если вы говорите, что вам кто-то препятствует, нам написать заявление с просьбой, уважаемый Иван Иванович, в связи с тем, что, так сказать, приходит, так сказать, избрание в Просоюзе, что я одним из участников и будет рассматриваться, и буду вставлять свою кандидатуру. Прошу, так сказать, соответственно, учесть это в моем графике и сделать перестановку. Готов вы это отработать или готов раньше выйти и так далее. И это заявление я бы вам посоветовал принести непосредственно руководству, зафиксировать, что он получен, на втором земляре получить подпись, а если какие-то... То есть начальник, комитет Польта, надо? Ну, а то у вас руководитель, конечно. А то там, знаете, как вот, сейчас я вот ваши бумаги сгрибу, а потом, как раз вот, когда я буду смотреть, какие-то ваши выпады. То есть, если речь идет о праве, это вот должно быть требование не только у кого-то, оно уже может сказать, ну, а вы не обращались. И так вот, если поставить вопрос формат, ну, где ваше обращение, ну, где ваше заявление, есть подпись, покажите мне связи сегрегаря, что вы обратили. Нету. Может, вы зря и так расстраиваетесь, может, завтра придете, и вам все решат. Наеделся. Да? Зайдите к нему. Вас вообще что-то не встречается, не допускает. Это же нормально, что вы руководители встречались с работниками. Приходите, Иван Иванович, можно я вот собираюсь тут выступать, так сказать, свою кандидатуру выдвигать по делам профсоюзным. Можете мне передвинуть туда-сюда? Это же дело такое, простое. Ну, надо, если вас внизу не понимают, надо повыше пойти. А если не понимают вверху, то вы же можете пойти тоже повыше. Как вы понимаете? А зачем? Вам это и не нужно, важно, чтобы эта проблема была решена. Зачем раздувать из такой, хотя и ерунды, а кто раздувает? Тот потормозит. Правильно? Хотелось бы еще понять, почему, что же там такое в этой должности и в этих профсоюзных делах такого секретного, что туда можно ставить только людей, которые из какого-то ближнего круга и которые, значит, могут быть, какие-то военные, может быть, просто вы. Может, у вас просто еще вот в профсоюзе как-то вы это сами не рассматриваете, как это ваше дело, это ваше право. Никто не вправе вам в этом препятствовать. Никто не вправе. Это самодеятельная организация. Закона профсоюзов считали. То есть вы имеете право на объединение. Это право на объединение старинное. Оно во всех странах, во всех крупнейших странах мира. Может быть, самых отсталых только еще не развито. А так вообще, но и в Америке, и в Англии, и во Франции, и где угодно. Поэтому нарушение этого права это ЧП. Это ЧП, причем люди, которые нарушают это право, они ставят себе в очень нехорошее положение. Но вам можно сказать, что если же вы повели разговор о праве, то нужно вот эти вещи все оформлять. Пришли, поговорили, попросили. Если разговором не получается, написали заявление. Вам напишут согласованно, выделить там, предоставить. и все. А может быть, может быть, мы зря с вами, я может еще не, я вот не обязан вот так вам на слово сказать, а что, может, вы своему руководителю не донесли этого. А вы, мало ли, кто-то вам сказал, вот и у меня скажете, что вы пойдете, а я не буду, что вы там мне предлагаете. Тем более, я вообще не регулирую ваши смены, и никак не могу повлиять на них. Абсолютно. Наверное, наверное, Ну, может быть, это надо, то есть, мы тоже не должны это усугублять, это надо облегчать, чтобы, или наоборот, будет ясно, если вы написали заявление, вам отклонили, вот другое дело, что это факт, который задокументирован. А если это задокументировано в любой организации, там, если вы будете обращаться в соответствующие органы по трудовым спорам, там, в том числе, и в прокуратуру, и в суд, и в другие организации, или будете писать, вы можете написать и президенту, у президента есть сайт, набираете, значит, письмо президенту, и в электронной форме, даже деньги не надо платить за марку, напишите, что так и так. Ну, вы разве можете сказать, что вам кто-то препятствует? Пока я еще не вижу, что вам препятствует. Я думаю, может, они и не будут препятствовать, надо упадать. Может быть, и не будет, не волнуйтесь, все хорошо. Иди, иди, и поставим вам... Знаете, просто как интересно, как только адвокат получил авоказию, я произвел желание выбираться, сразу, во время выхода из отпуска на работу, меня стали, как бы сказать, видно, встали все, мои смены, у нас там, введены мнения, каждый день я пишу какие-то объяснительные, какой-то идет пресс постоянно на работе. То есть, я за 18 лет работы в другом депо не написал ни одной бумаги за разрушение, тут я пишу почти каждый день. Понимаете, каждый день. Это ваше дело, никто не обязан написать? там есть какие-то нет, я не буду спорить. Но главное, вы помните, главное, значит, мне позвонили с нашей поликлиники и поинтересовались, а как вы, Олег Викторович, себя чувствуете? Хорошо. Я же говорю, что я очень рад, что мне позвонили. Просто когда я уточнил, позвонили всем, может быть, с этим ковидом, не звонили никому, позвонили только мне. И уточняли, а где у меня были больничные, и не надо мне там какое-то дополнительное обследование. Понимаете, за сколько лет мне никто не звонил, и у меня никаких замытий, жалоб нету, проблем нету со здоровьем, и вдруг мне кто-то звонит и спрашивает. Понимаете? А как это поликлиник? Мы договорились с вами беспокойно, обсуждать не подозрения и невозможные мысли, а нарушения, если они есть, и права. Ну, позвоните, если вам позвонили. Во-первых, нет такой обязанности снимать трубку. Первое, что я хочу сказать. Это я очень трудно объяснить. Я многим с вами объясняю. Вот, мне звонят. Ну, нету такой обязанности у вас снимать трубку. Вот, я от этого доказал уже. И второе, если говорить, я из поликлиники, откуда я знаю, что вы из поликлиники, может, вы из зоопарка, может, вы еще из какой конторы, может, из подворотни. А откуда я знаю? Вы разве по телефону можете узнать? Я думаю, что это шутка была. Я вот вам позвоню, вот, я вам позвоню и скажу, я вот Иоанн Павел. Николай, наверное, позвонил женским голосом. Иоанн Павел Второй. Сказал. То есть, я хочу сказать, что если мы с вами становимся, и вот этому посвящено наше с вами собрание, что это относится не только к вам, да, и не только к Николаю Георгиевич, и ко всем. Если речь идет о правах, давайте тогда так, как-то очень четко, если звонки, это в сторону. Так? Теперь, значит, если вы попросили, где ваша просьба? Покажите, да, если мне, покажите, я не вижу, нет вашей просьбы. Мало, мало, кому-то вы в папку заложили, и вы как положили, так я ваши вытрясаю. По дороге. То есть, или это бывает, люди нервные. Вы написали ему заявление, они вот берут, только от вас пришло заявление, они его берут, вот так. А вы второй экземпляр. Да, я такой, А вы второй экземпляр достаете. Пусть он второй порвет. Второй порвет, третий экземпляр достаете. Потом человек успокаивается, идет хороший разговор. Ну что, ну что, ну это же не дело, ну что вы рвете, это же все равно, если я решил написать заявление, оно попадет. Либо оно попадет вам просто в руки. Не хотите в руки, значит, надо записать у секретаря. Не берет секретарь, ну пошлем по почте, это еще лучше у вас будет, документальные доказательства того, что вы обращались, что люди не сделали. Сейчас вот, понимаете, вы мне будете говорить, я вам верю, а другой вот не поверит. А почему он должен вам? Он и мне не должен верить, и Николай Георгиевич не должен верить. Ну раз мы пусть пошли в область права, вот есть у вас права, ну позвонили в поликлиническое, с большой, спасибо вам за то, что вы беспокоитесь о моем здоровье. И положили трубку. Просто у меня, как раз, комиссия скоро, я не пойду там проходить. Ну и что? И что? И что? И что? У вас комиссия, а у кого возраст такой, что хуже, чем комиссия скоро? Ну и с чем вы по этому поводу? Это надо как-то некоторые вещи, то есть разделить. Есть вопросы права, а есть вопросы того, как относиться ко всяким вещам. Меньше может быть не давать, если вот люди поймут, что вас это раздражает, будут вам уколы какие-то делать, что вы не делаете. Я так и подумал. А можете, называйте, что я этот самый, как хотите. Хоть гашком. А? Хоть гашком, да? Да, пожалуйста. Ну что делать? Ну что делать? Если я так смотрюсь, ну посмотрим там, как будет на изображении. То есть, не на все надо реагировать. Надо реагировать, мы давайте будем выделять нарушение закона. Вот есть у вас право обратиться, и есть у вас право получить решение. Вот если бы решение отрицательное было, вы говорите, пока нету. Ну, вот вы, раз нету, вопрос срочный, надо может зайти к начальству и с ним поговорить. У вас прям там, что, недоступно начальству? Да, мне недоступно. Ну, еще и пошли к человеку, так сказать, поговорили, сказать, что так и так, поскольку я должен выходить, у меня просьба к вам, у меня разрешить меня тут переставить на смену, да и все дела. Может быть, такие проблемы и решать. Обязательно, ведь можно же писать заявление, там, создавать петиции, и еще прочее, а какие-то вещи можно решить. Мы так и думаем, что это вот, считайте, что это наше коллективное обращение к вашему руководству. Помогите, товарищи, воспользуйтесь своим правом, помогите реализовать то право, которое дано ему нашим российским законам. Вот что я плохого сказал? Ничего плохого не сказал. Это что, это что-нибудь плохое в адрес вашего руководства? Нет? Я прошу помочь. Я же заставить не могу, я не президент, не министр, но я с другой стороны знаю, что есть, можно ведь, вы же имеете право обратиться и к министру соответствующему, и к президенту, но, так сказать, но для этого надо собрать соответствующий материал. Ну и собирайте, складывайте под кончим. Так, еще другой вопрос. Вот мы внесли, как бы, улучшение, да, конститивный договор хотим нести, да, внесли предложение. Да. И вот нам говорят, все эти предложения незаконны. То есть, приложения, улучшающие условия работы и, как бы, и охрану труда работников, они незаконны. Ну, значит, два вопроса. Во-первых, законны они или незаконны? Первый вопрос. Вот я как специалист по этому делу, потому что я считаю для студентов-конфликтологов в Институте философии Санкт-Петербургского университета соответствующий курс называется «Социально-трудовые конфликты и технологии их регулирования». Вот, наверное, и второй курс, и второй курс «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». Значит, этот курс, не присутствуя у меня на занятиях, можно почитать, зайти на московское отделение фонда рабочей академии, там эти оба курса и видео есть, и текст данный, потому что один из товарищей расшифровал все. В частности, в частности, значит, что записано в Трудовом кодексе? Кто-то из ваших руководителей, с которыми вы общались, не знает этого. Ну, он свое дело знает, а это не знает. Ну, вот, ну, я вот хочу его проинформировать, и вы можете проинформировать, это легко, очень решается. Вы даете ему бумажечку выписка из закона, статья такая-то, где написано, что в коллективном договоре не может быть положения ухудшающих в положении работников, а улучшающих может быть. Поэтому весь смысл коллектива, если не будет в коллективном договоре положения улучшающих, положения работников, он не нужен. А тем не менее, есть такие колдоговора, пишут, пишут, а зачем их писать? Это получается выжимка, памятка. Ну, допустим, вы взяли, вот как сейчас, вот вы сейчас что сделали? Вот эта памятка из законов, вы сделали разные выписки, да? Из какого именно, там, из какого пункта, из какой статьи и так далее, где какой страницы. А если это сложить, будет такая памятка члену профсоюза. Но это, так сказать, в чем проблема? Это же не колдоговор, а колдоговор, бессмысленно писать там то, что не улучшает положение работы. Знаете, у нас, в принципе, колдоговор неплохой, понимаете? Нет, у вас неплохой, но нет ограничений. Какие-то моменты, да, мы не говорим, что у нас там пустой такой договор, согласно ТК, и что такое, как бы, да, у нас, в принципе, есть там для работников хорошие вещи, но просто так в штыки воспринимать, понимаете, улучшение, 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 просто там как-то... Ну и что? Ну вы воспринимаете штыки, ну и что? И говорят, что мы не можем даже ничего принимать. То есть некие предложения работники в штыки принимают? Неработники нет. Сколько вы собрали подписи этих работников за эти предложения? Весь определенное количество. Определенное? Ну соберите больше, тогда будут меньше в штыки принимать. Ну вот вы, я начальник, вы приходите, говорит, вот у меня предложение по улучшению работников положения. Раз, два, три, четыре, пять. У вас как оно хорошо оформлено, все есть? все, все. У вас хорошо. Вы мне даете, мне богат, сюда я тоже полистал с удовольствием. очень интересно, может как-нибудь принесете. Так, значит, и вот за них собрано там тысячу подписей работников. Тогда я понимаю. Тогда это положение уже не только ваше предложение, это положение работников. И любой руководитель, ну он понимает, что если он не считается с коллективом и изменяется с позицией большинства, он ставит в себя очень тяжелое положение. И наоборот, так сказать, вот вы принесли предложение, и за вами, и за вашей спиной никого нет. или есть, так сказать, несколько членов профсоюза. Ну тогда может легче от вас избавиться, чем заниматься этим делом. Понимаете? Может быть, так это и происходит? Такое так и происходит. Такое так и происходит. Значит, надо прежде чем, может, не надо торопиться идти к руководству, не убедившись в том, что за это вот приложение выступает значительная часть коллектива. Ну, допустим, четверть или треть. если это больше половины, то это уже основание, это рассматривают не как просьба, как требование. А если как требование, значит, обязан работодатель начать коллективные переговоры, если вы наставите. Причем освободить от работы участников на сколько? На три месяца, по-моему. До трех месяцев. С оплатой по-среднему. Не так, что вы будете ходить и просить, да разрешите мне выступить, тут меня будут избирать, а то, что вы будете три месяца участвовать в переговорах и будете ходить по работникам, им объяснять, о чем шла речь, какие позиции были у работодателя, какие позиции у вас, слушать, что надо отстаивать, потом доносить до переговоров. Предложения должны быть такие, за которыми масса людей стоит. Масса людей, правильно? Вот закон, как говорит, когда обязан я, если я ваш работодатель, я когда-то должен рассматривать ваши предложения, рассматривать, а до этого я рассматривать не буду даже. И все, процент. Ну, и у вас есть 50%? Нет, пока нет. А что-то вы тут нападаете на свое руководство, руководство говорит, идите, организуйте свое, получается, вы даже еще ничего не предложили, а у вас уже есть какая-то реакция? Для закона к предложениям, которые обязаны рассматривать. Они вот если хотят, да, у вас хорошее отношение, Иван Петрович, посмотри, вот мы тут готовим такие предложения. Он говорит, ну уж вы тут захотели. Ну, это вот такой разговор у вас, товарищи. Ну, вы, товарищи, у вас разные позиции, разные положения, разные должности, ну, можете поговорить. но если вы стоите на почве Трудового кодекса, как мы сейчас встали, на почве закона о правосоюзе, то, как только вы собрали больше половины, извините, вот если, если ваши, вы их письменно оформили, как вы будете, два экземпляра подписывать, или только один? Два, конечно. А то один здесь могут порвать, то есть сожглости. Бывает такое. Вот, после этого, значит, как вы понимаете, любой орган, в том числе, в праве обратиться в суд, в связи с тем, что, так сказать, выполняется такая-то статья Трудового кодекса. И все они привлекут к суду, к ответственности за это. А пока, ну, вы, ну, может, у вас был бы такой авторитет, сильнейший такой авторитет, что вот вы сказали и сразу берут. Ну, его надо накапливать, авторитет, он же, это же дело наживное. Если вот вы сказали, так не сделали, завтра приходите вы с кучей, так сказать, подписей. И таких людей, которые делают неправильные вещи, их из жизни не исключишь. Ну, а вот, а вот такую работу, как собрать за эти предложения, если они очень хорошие, сейчас бы вот мы этому посвятили, в чем они прекрасные и хорошие, чтобы люди, людей к этому привлечь, и чтобы их больше собрать, надо не сейчас, а еще раз к нам собраться. И будете вы разъяснять, какие вещи нужно сделать в метрополитене. пока с этой темы закончим. Я уже свои предложения озвучивал, как будто недавно мой ролик, еще надо обучивать, и хорошо. Сейчас просто вопрос вот этот интересный. Понимаете, я вот знаком с работой таких организаций, как, скажем, российский профсоюз Докеров. Они всегда, они всегда вот эту работу, большую, очень сложную, большая, длительная работа, вот эта, ну, руководитель свое пропагандирует, вы свое пропагандируете, у вас есть профсоюзные права, вам никто это не запрещает пропагандировать, и не может запретить, и никто привлечь за это не может, за то, чтобы это отстаивать. Это насчет того, что кто-то сказал, что нельзя выше и лучше, это вообще глупость, потому что только то, что лучше, то, что улучшает положение работников, то и может быть в коллективном договоре. Коллективный договор, который не улучшает положение работников по сравнению с законом, вообще не нужен. Зачем он нужен? Не нужен. Поэтому это люди тёмные, они не понимают, но вам-то нужно не их, а вы всё время обращаете на их голоса, а вам нужны голоса рабочих, сами рабочие, они-то как считают? Ну, некоторые рабочие верят тому, что говорят, что не надо, что нельзя и так далее. Нужно им объяснять, в том числе через средства массовой информации. Есть у вас газета, у нас фонда Рабочая Академия, мы вам слово предоставляем, пожалуйста, пишите. Здесь, пожалуйста, выступайте, убеждайте своих товарищей. Вот, то есть я хочу, а если мы взяли, так сказать, вопрос такой, как вы поставили, правовой, то в правовом отношении, вот я ваш работодатель, так, я слышу, так, товарищ Абедев, у вас сколько процентов собрали вы голосов? Меньше половины? Не буду рассматривать. А если должен рассматривать работодатель или профсоюзная организация? Работодатель. Работодатель? Да. Ваше предложение в колдоговор, если они, вот собраны, за них больше половины, я обязан рассматривать. Если меньше половины, ну, я могу рассматривать, конечно, мне даже это интересно, но не обязан. Да, им интересно. Они даже рассматривали, ну, раз они каждый пункт там... Ну, хорошо, пусть рассматривают, и слава богу. Вот мы сейчас, вот нас все, что мы говорим, не только рассматривают, но и слышат, и что в этом плохого. Вот. Ничего, мы обсуждаем, обдумываем, это вы реальные проблемы ставите, какие есть, я ее вполне понимаю. Ну, вот если я ваш работодатель, ну, как вы думаете, я, наверное, хочу, так сказать, своих работников привлечь на свою сторону, это нормально? Ну, конечно, да. Ну, да. А вы хотите на свою, это тоже нормально, закон вам позволяет? Позволяет. Мне закон позволяет, я вот могу собрать коллектив и встретиться с работниками, и сказать, как отец родной, чтобы мы от вас думаем, то, вот будем то делать, то, то, и рассказывать, ну, что такие хорошие вещи. Вот. А вам кто-то запрещает пропагандировать? Никто не запрещает. Вы же не сказали, что вас кто-то преследует, не дает, и так далее. Не преследует, не дает. А? Здесь, здесь, на работе преследует, не дает. Ну, как вас преследует? Ну, как? Молча, Господи, преследует. Ничего не дает. Никакой агитации по поводу работы профсоюза, какие-то предложения вообще не дает ничего делать, понимаете? Ну, как ничего? Ну, как это? А какую ночь? А вот так, русский. За мной ходит постоянно, вот я, Петра Бластин, за мной ходит инструкция, куда я что-то пошел, что положил. Ну, спросите, я могу. Слухи не заглядываю, скоро будут. Ну, я тоже вас прошу, а вы куда сейчас пойдете после окончания нашего? Вы можете не отвечать. Ну, спросить-то я могу. Вот это понятно. Нет, никто не спрашивает. Значит, уважаемые. Представьте, вот за вами, вот я вот, ну, пойду, а я за вами пойду, понимаете? Я вот буду ходить за вами месяц, месяц, понимаете? А вы не знаете, что это такое, можно говоря, и такой смысл такой? Мне не надо. Олег Викторович, я надо знать, куда я иду. Вот, видите, вот что надо знать. Психологическое давление, оно... Есть такое. Мне как-то все равно, честно. Ну, как надо? Это, а есть психологическая тренировка. То есть вы должны привыкать к тому, что если вы начинаете за что-то бороться, к чему это приводит обязательно, у вас, кроме сторонников, будут противники. Эти противники будут использовать всякие возможности, чтобы вас, так сказать, сбить, тормозить и так далее. А вы же защищаете. По закону, понимаете? Я-то работаю по закону, а они работают против таких законов, прессовать человека, понимаете? Это, знаете, травлю, вообще есть какая-то статья на рынке. А вы не обращайте на это внимание, тогда и не будете прессоваться. А, хорошо. Почему? Почему? Потому что я, например, вот если у меня были такие случаи, звонят там, всякие угрозы по телефону. Я спрошу, а тебя еще не повесили? Нет. Скоро повесил. Два-три раза, и все, и закончилось. Раз, если вас угрожает, не обращайте, не половите трубку. На час очень просто, больше этот номер не выступает, заблокировали и так далее. Не слушайте их, ну вот, называйте меня как хотите. То есть я хочу сказать, что вот надо понять, и это, я думаю, надо всем товарищам, профсоюзникам понять, что если вы за хорошее дело, за какое-то вступаетесь, за интересы, коллектива, за права трудящихся будут вам мешать. И будет борьба. Поэтому мы говорим о борьбе. И в борьбе отлетешь ты право свое. Только в борьбе. А раз борьба, значит, надо один из приемов... А? Исеровский, да? Исеровский, да. Исеровский, да. Исеровский, да. Исеры тоже. Ну это все понимают, кто вступает в борьбу. Но если вы вступаете в борьбу, значит, у вас будут противники. А раз будут противники, значит, вы должны в их действиях различать то, что, ну, как бы не подпадает под нарушение закона, а есть то, что подпадает. Вот всякие нарушения закона должны фиксировать и реагировать. Причем, если вы один реагируете, то, да, значит, могут среагировать так, что, ну, только с вами будут разбираться, искать у вас нарушения. А если вы реагируете так, если есть какое-то нарушение, вы сначала собираете достаточное количество бумаг, которые это подтверждают, и достаточное количество сторонников, если кто хочет с вами воевать, ему приходится воевать все время с коллективом. А с коллективом, война ведь такая, сегодня ты войнуешь с коллективом, а завтра, я ведь не случайно начал, где министр увлекает, где в тюрьме сидит, где Абызов, кто сидит в тюрьме, нет, нет у нас сейчас в России таких должностей, с которых не снимают, нету, нет. А когда еще знают какую-то информацию, они играют с огнем, сразу могу сказать. Так вот играют с огнем, а вот те люди, которые не платили зарплату, и которые строителям митрополитерного, сынок уже сидит? А, этот Александровцев? Ну сидит Александровцев, младший. Это там дома, по-моему, сидит. Ну, это был вопрос. Ну, уважают, значит, его как-то, далее мы дома отсижу. Но сидит же, сидит. Ну, поэтому сказать, что у нас вот, ну, какой-нибудь, я тоже могу много сказать нехорошего в адрес, так сказать, существующего государства, но сказать, что оно совсем не реагирует, тоже неправильно. Ну, надо так как-то грамотно, то есть, его подать. И, надо понимать, тут будут к вам так относиться, это ни к чему хорошему для тех, кто так относится, не приведет. То есть, они ведь хотят вас к чему побудить, чтобы вы так более фундаментально это доказывали, были основательно, письменно. А тогда от этого вообще не отвернешься. Вот. Тогда не отвернешься. Вы давали такие-то предложения. Они обязаны их рассматривать, даже если вы один. А если, тем более, если они не, а если они больше 50% у вас, они не рассматривают, но это вообще грубейшее нарушение. Это нарушение закона. А если нарушение закона, то нарушение процедуры, разрешение коллективных споров. Теперь, если коллектив выявляет требования, и требования, я так понимаю, у вас вообще никаких нету. Начинаешь не здесь. Как же нет требований? Ну, нету требований. Покажите, взять весь этот, я почитаю. Есть только предложения. Требования. У вас есть предложения. Я вот предлагаю вам то, сего, пятое. А я говорю, а требования, а вы требования, требования первое, второе, третье, требования. Требования так уформляются. Они четкие, должны быть ясные, строго выявленные. Не то, что вот только вам захотелось, а точно они выражают интересы громадному большинству работников метрополитена, и под ними присутствуют подписи. Если этих требований больше половины, на них, явно, посылается руководство. Руководство должно ответить. Если оно не ответит, считается, что оно ответило отрицательно. Если оно ответило отрицательно или не ответило, считается, что согласно трудовому кодусу, что начался коллективный судовой спор. Тогда опять вот эти люди, которые, значит, вы представляете, они освобождаются от работы, нам шесть человек, шесть человек или семь, ну кого вы на переговоры посылаете, и они будут участвовать в разрешении коллективного трудового спора. У вас такого не было еще в метрополитене. На протяжении трех месяцев. И три месяца вам надо будет. Не то, что вы один раз спросите у вас, но давайте поучаствовать в разрешении. Три месяца должны будут оплачивать всю вашу работу. Я сидел на переговорах, как консультант российского профсоюза докеров, сидел на переговорах, и Каретникова спрашивает. Один из заместителей, генерального директора. А у вас руки-то не забыли, как это, вот, в сторону? Не, 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 говорит, мои руки, у меня стаж такой, что они не забыли. И так далее. Освобождены должны быть от работы с оплатой по среднему в течение до трех месяцев. И вот идет ваш коллективный трудовой спор. Когда он закончится, те люди, которые после этого, вы имеете право объявить забастовку, вот те люди, которые вам препятствуют и так реагируют, это те люди, которые готовят забастовку. Это не вы готовите забастовку, это они готовят забастовку. Они готовят? Ну, конечно. Ну, как же, так боюсь, вы ко мне пришли, я сказал, да, все. А, есть предложение. Я поговорил, от чего-то я говорю, Олег Викторович, да, а я говорю, нет, не буду, то не буду, чего не буду. Ну, так вы-то набрали, так сказать, я теперь оказался перед, я сказал, перед, да, у нас есть губернатор, у нас есть соответствующий власть, так сказать, на черта нам такие руководители, которые не нашли общего языка с коллективом. А общий язык, понимаете, общий язык вообще не хотят находить, понимаете, обсуждают мои предложения и даже не снизу ли позвать меня. Я звоню нашему пробкому. Да я тоже вот. А он мне говорит, а я вас не знаю. Я бы тоже, я бы тоже сейчас вот читал. Я с моей фамилией только и делаю, не знаю я никого, читаю его книги. Ну и что такого? С моей фамилией зачитывают, понимаете, с моей фамилией. А на следующий день я бы звонил, я говорю фамилию и говорит, что он говорит, я тебя не знаю. Ну если я говорю, что я тебя не знаю, значит я тебя знаю. Ну так понятно. Ну значит вы, вы понимаете, что вы набираете вес, авторитет. Согласитесь. Ну это надо только приучать. Если кто-то начинает против вас выступать, значит он вас зауважал. А если бы он вас не уважал, он бы вообще на вас не обратил внимания и слышал, и знать вас никак. То есть я хочу сказать, что это, ну как бы вы должны понимать, что это профсоюзная борьба. Она такой термин и есть. Профсоюзная борьба связана с сопротивлением, который некоторые хозяйственники, которые не вполне усвоили закон о профсоюзах. Или прямо его не выполняют, или косвенно, чтобы не отвечать. Ну у вас пока, как я понял, поставлено дело так, что схватить за руку не можете. Почему? Потому что вы думали, что вы по-хорошему. А некоторые по-хорошему. Наверное так, да. Значит, они, вот эти люди, толкают вас к тому, чтобы вы документировали свои действия. Если вы кому-то что-то предлагаете или просите, вы ему раз, оставили себе второй экземпляр. И там на втором экземпляре расписались. Как правильно сказали, толкают на басовке, да? То есть они виноваты. Толкают к таким действиям, получается они все виноваты. Интересно, я ваш работодатель. То есть я хотел по-хорошему, а они говорят. Ну теперь просто хорошее. Вы предложили хорошее дело для метрофористена, для предприятий. А я сижу. Для коллектива. И говорят, не вон. А если коллектив будет по-другому жить, так лучше будет работать. Конечно, конечно. Ведь надо же, чтобы была атмосфера соответствующая. Если хорошая атмосфера, чтобы люди с радостью приходили на работу, и тогда они не нервничают. Тогда они не нервничают. Вы же едете там, у вас двое, наверное, да? Один. Один, вообще. Да, один, конечно. Человек, если будет нервничать, машинист. Это же страшное дело. Я в такой и не пойду поезд. Я пойду в такой поезд, где не нервничать, кто и спокойно. Так надо насобирать, а то или где-то... То есть я считаю, что вы на правильном пути, в том смысле, что вы изучаете закон, не просто так выступаете, чего-то просите. Нет. Вы говорите о том, что имеется в законе. Поэтому надо, значит, в каких-то заявлениях, которые вы делаете, и просьбах в соответствии с законом, с пунктом такой-то закона. Пора его в такой-то. Прошу предоставить, прошу обеспечить, прошу это сделать и так далее. Это совершенно нормальный. Приучить надо людей культурно и грамотно разговаривать, как положено в демократическом обществе. Что такое демократия? Это никто не может вопросов взять и судить. Давайте все по закону. Демократия двое. У вас наружу. А? Вы смотрели? Нет, она, мы знаем, что демократия всегда власть господствующая какого-то класса. Но все равно она, она же... Наша задача. Господь закон, рабочая. Закон. Буржуазия установила сейчас такие законы. Буржуазия. Не надо, если кто-то из представителей буржуазии, или из ее руководителей, будет это и нарушать эти законы, буржуазия его нахажет. Ну, потому что мы же сейчас действуем по буржуазным законам. Вы на что ссылаетесь? На какие-нибудь, что, советские законы? Нет. Ну, так буржуазные... Вы что делаете-то? Вы что делаете? Вы свои законы нарушаете. Вы соображаете? Это если бы вы советские нарушали, ничего вам не будет. А вы нарушаете буржуазные законы, вот беда. Я вам сказал, что мы второе место получили. У нас не прошло. Комиссию слизистки создали, она собрала и из наших взяла, и из других проектов сделала. Но там много хорошего в трудовом кодексе. Вам уже нравится, но он же буржуазный закон. Ну, а кто-то был очень... Ну, вам нравится буржуазный закон? Все, кто не очень были против этого? То есть не все были за законы кодексе? Ну, не все. Ну, много хорошего в этом законе. Права очень нехорошие. А в результате были больше прав? Конечно, больше. Ну, есть, а это же осталось. Почему? Потому что закон тоже держится на определенной борьбе. Потому что, между прочим, армедиспетчеры голодали, а докеры приехали в Москву на митинг, когда проходил. Жириновский шел через эту толпу около Думы, и его какая-то бабушка от древка маскарова от грелой влаги дал ему по голове. Он потом по поводу воздержался. Он не стал против нашего проекта выступать. По-разному бывает. Так что, я думаю, что это совершенно нормально. И разговор у нас тоже правильный. То есть мы должны приучить не только членов профсоюза, но должны приучить всех, в том числе представителей-работодателей, уважать законы. Уважать законы. Чтобы они сидели на переговорах, чтобы они не тормозили там, где это не положено. И все. Но это дается не сразу. Это не сразу. Я думаю, что люди понимают, которые слышат наш этот разговор, что этот разговор не такой, что люди поговорили и пошли. Есть целые организации, которые этим занимаются. Например, вот я представляю фонд рабочей академии. Фонд рабочей академии будет этому содействовать. Если надо, я регулярно обращаюсь к администрации президента и к президенту. Поэтому, пожалуйста, принесите письмо президенту, я посмотрю, помогу вам ее правильно составить. И вы там же и марки вам не надо. Сейчас вы заходите, письмо президенту, там открывается соответствующий. А это вы пишете там. Если надо, приложите что-нибудь. Можно приложить количество знаков указанных. Вам обязательно ответят в течение месяца. Куда? Конечно, надо будет. Пришлют, на такой низкий уровень не пришлют. Если вы письмо президенту напишете, пришлют, я думаю, Беглову. Беглов потом будет пересылать и спрашивать, чтобы отчитывались перед ним. Что вы там делаете? Что вы там не можете найти? Не можете найти Лебедева, как нормально уже говорило. Он ответит, потому что человек работает, свои обязанности выполняет. Никаких у него нарушений нет. Ну, что вы, детка, делаете? Сейчас видите, подводишь, что я злостный нарушитель. И уже говорят, что я отупил. У них первый класс, что я уже имел, и ничего не знаю. Уже от буржавы о демократии. Никому нельзя заупить. Как угодно, что говорит. Можете про меня сказать, что я отупил. Я сразу соглашусь. У меня другая реакция. Ну, скажите, что я верблю. Я тоже скажу, сейчас вот, наверное, посмотрю. Да, вроде да. То есть, я хочу сказать, что если вы вступили на такую тропу, на которую вы вступили, то есть, вы вступили на тропу законов, не слушайте вы этих разговоров. Это специально, это такое психологическое. Я понимаю, я понимаю. А то психологическое, оно законно не решается. Я понимаю, что да, законно это решается. Вот, наверное, так говорили про Маяковского. Он сегодня вроде бы выглядел прилично. Наша задача решить законно. Конечно. Наша задача решить законно. Но предупредить. Да, наше дело правое. Наше дело правое. Вы действуете сроку по закону. Победа будет за нами. Да. Победа будет за вами. Даже по тем законам, которые установила современная буржуазия. Ну, никуда деваться некуда. Вот есть кодекс. И кодекс хороший. Я хочу сказать, что надо его сидеть, читать, выписывать, подчеркивать. И когда будете куда-то обращаться, не просто вот там вот зачитать, а вот вы пишете письмо, в соответствии со статьей такой-то, из Трудного кодекса, прошу вас тут-то, тут-то, тут-то сделать. А не просто я прошу вас сделать. А кто бы такое прошу? Ну, вы просите. Отказать. А в соответствии с такой законом, статьей законbesistant прошу. Русь в дороже. Ну, как вы хотите, если вы мне написали со ссылкой на закон, то я напишу отказать, это вы потом потащите, это куда-то выше. Сразу ясно, что я отказал до исполнения закона. И что со мной будет? У нас таких людей, которые не могут упасть со своих мест, нету сейчас. То есть мы можем с фонда рабочей академии составить грамотно такие допросы? Да. Конечно, безусловно. У нас он называется, вот полное название, фонд рабочей академии, в скобах, фонд содействия обучению рабочих. Вот у нас мы обучаем, в том и правильно составить документ и найти, куда его направить. И кроме того, отделить всякие эмоциональные вещи, допустим, про меня скажут, что я какой-нибудь крокодил. Ну что я должен делать? Ну, наверное, вам виднее я. Вам же виднее. Правда, что кто я? Тем более есть люди, они посмотрят, кто из нас крокодил и кто более зеленый. То есть я хочу сказать, что мы должны это мог от котлет отделить. И, так сказать, есть вот вопросы такой политики, борьбы известной, которая в этом, в обществе у нас признается, профсоюзная борьба признается законной. Законной. Хорошо. Она признается законной. Есть закон о правах профсоюзах, закон о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности. Вы должны этот вот, этот закон и внимательно простить. Все нужные вещи. Там есть преследование активистов, да? Там все есть. Это закон о правах и гарантиях деятельности. Как это? Преследование профсоюзов, действие запрещено. Ну как это так? А кому-то разрешено, ведь не везде. Нет, не такого. Они не знают. Они не знают. Незнание законов не освобождает от ответственности. То есть Куликаеву могут поехать, да? К Куликаеву. Могут. Могут уехать. И к Кабызову. К Кабызову, да. Да, и к Белову. Да, и был такой еще этот товарищ, как его, совсем этот, как его, Реймер, да, который браслеты продавал по 100 тысяч рублей, а они стоят 5 тысяч рублей. Но можете себе представить, был человек, он командовал всей пенитенциарной системой, то есть системой исполнения наказаний. И когда его посадили, то праздновал весь преступный мир там, который сидит в тюрьме. Потому что неслыханное дело, руководителя этого посадили. Всякие бывают ситуации, нет у нас таких не снимаем. За честное дело надо. А? Значит, было за что надо? Ну как его? Да уголовное дело. Ну как за что? Ну вот вы и сказали, за что он взял эти самые браслеты с помощью которых и поэтому я думаю, что надо меньше нервничать и больше, так сказать, опираться на соответствующие статьи. Ну и на коллектив. Вот я бы, скажем, прежде чем пойти и что-то потребовал, собрал бы, ну вот если я бы собрал бы три подписи, ну от трех можно отмахнуться. Тридцать уже, это триста. Триста, это как ты отмахнешься, еще неизвестно, чем это кончится. А если три тысячи, ну тогда это, извините меня, это не нашел общий язык с коллективом гражданин. Вот по этой причине может быть. Причем трудно уволить работника. А что касается руководителя, то у них вообще терминтарма. Раз и улетает. Очень легко. Уводитель очень легко уволит. По-никалу, они бывают долго сидят, потому что они сами, так сказать, выгодно их держать. Но когда нужно уволиться, раз, два, и нет, и все. Судя по Николаю Георгиевичу, как бы не, все наоборот получается, понимаете, как бы, и никто, как говорится, гнобили, да, и как это, кроме меня, как бы, я, может быть, не очень там это сильно, может быть, надо было сильнее, как бы, участвовать в этом вопросе, но вот, но никто, как бы, слова-то особо не... Ну, как вот я вот... Ну, не подали люди, понимаете, вот так вот все. Моя хата с краю, да. Ну, как вот, вот, так вы употребляете его гнобили? Вот как вот, я не представляю, как можно меня гнобить? Да как меня не гнобить, я не обращаю на это внимание. Я делаю свое дело. У вас есть права, у вас есть идеи, вы защищаете права работников, права профсоюзов. Ну, и вы... Надо было как-то еще начинать собирать. Наверное, да, конечно. И спросить в голову, ли я живу. Ну, то есть, вы должны опираться на силу, на силу коллектива. На силу. На силу коллектива. А как? Коллектива на силу. Да, да. Больше вдвоем. То есть, ваши руководители своим поведением навели вас на мысль, что надо, товарищ Лебедев, собирать силу коллектива, а потом уже к нам идти. А тогда мы ее возражать не будем. Вот я вам уверяю, что они меньше будут возражать, когда будут видеть за вами силу коллектива. Согласен. Вот. И я считаю, что избирать надо профсоюз тех людей, которые собираются эту коллективную силу организовывать. А если просто выбирать неизвестно кого, это будет не профсоюзная борьба, а пустые места. Обычно известно, кого выбирают. Да, у нас-то известно, у нас же заранее уже поводили, ну, как сказать, по улице... Понимаете, бывают, бывают вот в разных местах, в разное время, в разные ситуации. Бывают подъемы, бывают спуски в самой стране и в профсоюзных организациях. Вот у нас был могучий профсоюз Докеров. И сейчас только в одной компании также заключен коллективный Тавиа Вор. Не нельзя никого уволить. Вот картина там, чем интересная, за первый контейнерный терминал. А вот сейчас он, первый контейнерный терминал. Там пришел новый хозяин. Global Port, кстати, это уже очень мощный. Уже не российский. Ну и в связи с этим, значит, изменились условия. Как вы там будете с ними бороться? А у них коллективный договор и права. И нельзя уволить без санкций профсоюза ни одного члена профсоюза. Ни одного. И что делали, значит, ну вот начали работодатели уговаривать одного, кому там сколько-то окладок предложили, кому, дескать, вы уже на пенсии, мы вам, значит, сейчас выплатим. То все. Короче говоря, в результате провеланной работы все члены, не члены профсоюза были уволены. Ну по-тихому. Ну так, что по согласию. По согласию, так сказать, с оплантой и так далее. И что получилось? Появилось единственное у нас в России предприятие, на котором все члены профсоюза, все до единого. Потому что я наблюдал такую картину, здоровый такой докер квадратный. Пришел в портовый комитет, она сказала, что чтобы я шел в отдел кадров на увольнение. Ну а этот сидит, председатель правкома говорит, да, она сказала, у нас же есть колдоговор, по колдоговору нельзя уволить без согласия. Не с учетом мнения, такое тоже есть в кодексе. В кодексе учет мнение, а у них в колдоговоре. И может быть в колдоговоре хуже не будет, а лучше может по согласованию. нет согласования. Ну нет, она сказала, ну что-то люди плачут. И вот все члены профсоюза остались, а не члены профсоюза, которые думают, пусть они борются за колдоговор, мы взносы не будем платить профсоюз, а пользоваться будем. И потом они и улетели, а члены профсоюза остались. Вот такое же есть. Ну это общая картина. Это общая картина. Ты, Алексей, иди поборись, вот ты избирайся, а потом мы к тебе принято, подойдем. А потом мы с тобой будем дружить. А сейчас мы как бы в резерве сидим. Чтобы избраться, нужно заработать авторитет. Поэтому как вот зарабатывается авторитет? Ну в том числе и такой постоянный защитный, но такой законный вполне. Я думаю, что это совершенно нормально. Вот то, что как вы поставили вопрос, что есть нормы закона, которые вам известны, и задачи профсоюза, и формы его работы, и трудовой кодекс, если вы это знаете, и если вы можете любому объяснить, рассказать, рассолковать, вы в любом случае, на каком бы месте вы ни были, и на каком посту вы ни сидели, вы очень будете ценный человек для своей профсоюзной организации. А что касается всяких угроз, ну, это надо как-то привыкнуть к этому. Если человек вступил на такую эстезию, если он за что-то светлое, хорошее борется, обязательно какую-то гадость ему кто-нибудь доскажет. Ну, как вы себе представляете? Обязательно. Потому что есть люди испорченные, потом подхалимы всякого рода, их не уважают и те, кому они делают всякие хорошие с их стороны вещи. На самом деле человек, который отпирается на подхалимов, он долго тоже не просидит. Опереться, вот надо разъяснять, в том числе и вашим руководителям, можно только на то, что сопротивляется. На то, что если вот оно я на вас хотел опереться, это все поползло и я упал. Так что я думаю, что ваши товарищи, руководители должны быть рады, что имеют в вашем лице Николая Георгиевича таких людей, которые радеют об общем деле о развитии нашей экономики, о правах трудящихся, о том, чтобы жизнь улучшалась. Разве это плохо? Очень хорошо. Николай Георгиевич очень большую работу проводит. Не так помню. Просто у нас так ставят, знаете, вопрос, что Николай Георгиевич как бы так бедно сгорел за правом. Николай Георгиевич защита прав и интересов членов профсоюза, ведение коллективных переговоров и заключение этих переговоров и контроль за соблюдением этого коллективного договора. Защита прав членов профсоюза на рабочее место, соответствующее государственным требованиям по охране труда и условиям, предусмотренные коллективными и трудовыми договорами. Вот это. Обеспечение защиты прав членов профсоюза на справедливую оплату труда в соответствии с значительной стоимостью рабочей силы и в выполненном объеме и вовремя. Контроль за соблюдением работодателям и их представителями, то есть представителями работодателя, с которыми в основном мы и имеем дело, правильно ли? Законодательств о труде и иных актах, содержащих нормы трудового права и защиты членов профсоюза от незаконных взысканий, увольнений и других противоправных действий. Участие в разработке системы организации оплаты труда работников, размера тарифных ставок, окладок и нормирования труда, содействия занятости, контроль за состоянием условий и охрана труда, поддерживать справедливое требование членов про использование установленных законов в порядке для этих целей, собраний, митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и, по крайней мере, забастоку. Член профсоюза имеет право свободно обсуждать деятельность профсоюза на собраниях, съездах, съездах, средствах, любых средствах массовой информации вносить предложения, альтернативные проекты, открыто высказывать и отстаивать свое мнение, выступать с критикой в адрес любого профсоюзного органа и члена профсоюза, выдвигать кандидатуру в том числе и свою, избираться и быть избранным, войти в агитационную, в месте агитационную работу в пользу выдвигаемого кандидата, в том числе и себя, пользоваться фондами профсоюза, участвовать в принятии решений об использовании этих средств, добровольно выступать профсоюзу, добровольно, равноправие члена профсоюза и уважение их мнений, предоставленное им право и разъяснение их защиты своих позиций на собраниях, конференциях, съездах и через другие средства массовой информации, развитие внутри профсоюзной деятельности, уважение интересов меньшинства и мнения каждого члена профсоюза, свободу дискуссий, укрепление единства и авторитета профсоюза, соблюдение финансовой дисциплины. Понимаете? А давайте раскроем тайну. Сейчас я вам интересно сейчас скажу. Сейчас скажу. Это забастовка. Это написали какие-то враги. Подойдите, подойдите. А я вам скажу, откуда это. Нет, нет, нет. И вот откуда это мы понимаем? Это из устава нашего профсоюза, в который я вхожу. Только никто об этом не говорит. Почему? Об этом не говорят. Почему не говорят? Вы можете то же самое найти в законе о профсоюзах и то же самое вы можете найти в Трудовом кодексе Российской Федерации. Я вас очень бы просил сделать конспект, но только вот с точным указанием. Я по-другому. Страница такая. Страница такая. Страница такая. И сделать такой конспект профсоюзного работника, который связан вот с этой проблемой, которой вы занимаетесь. И хотел бы вас сейчас спросить, уже мы подходим к завершению, кем приняты эти вот такие законы? Боролись за них члены профсоюза, боролись за них трудящиеся. А кем приняты они? Ну, какие органы? Какого класса? Буржуазный класс. Ну, конечно. Значит, они должны их выполнять, раз у нас все буржуазные. Ну, естественно. Но они не все еще осознают из представителей буржуазного класса, что это закон, это закон, который принят. То есть, не рабочий класс сейчас у власти. Сейчас у власти в Буржуазии работодатели. Вот работодатели приняли такой закон. Выписки из него, пожалуйста, сделайте. Дорогие работодатели, соблюдайте, пожалуйста, те законы, которые приняли верховные органы работодателей. Так? А какие это верховные органы? Чтобы закон был принят, он должен быть рассмотрен А, государственной думой, Б, и проголосован. Он должен быть рассмотрен Советом Федерации, и В, подписан президентом. Если президент его не подписывает, вдруг упирается, тогда собираются две палаты, нижняя и верхняя, и двумя-тремя, двумя-третями голосов голосуют, и в этом случае обязан президент подписать. То есть это то, о чем вы говорите, а это, ну, другими словами изложено, то, что написано в Трудовом кодексе, и то, что написано, потому что этот ваш профсоюз зарегистрированный, и там не может содержаться того, что не содержится в законе. Точно так же, как в нашей яйценности Фонда Рабочая Академия, мы зарегистрированы Министерством Юстиции Российской Федерации, юстиции, которые как раз этими законами занимаются. Поэтому это очень важно, и это наше важная часть профсоюзной работы разъяснять работодателям закон, который они обязаны выполнять. Не только работникам, что их права, но и работодателям их обязанностей. Вот это важно. Я думаю, будем это делать. Будем это делать, в каких-то примерах будем это показывать. Мы должны анализировать ситуации, которые складываются, и, соответственно, к ним и готовиться. То есть надо свои действия, если бы вступили в такую профсоюзную борьбу, надо свои действия документировать, обращения твои тоже документировать, и с тем, чтобы вы всегда могли иметь, так сказать, не заверение и не предположение, что кто-то вам что-то сказал. Вот сейчас мне кто-нибудь позвонит по телефону. Я взял, кстати, его да и выключил. Сейчас мне никто не позвонит, потом включу, если опять будет не договорить, опять выключу. В чем проблема? Вот, так что давайте будем настраиваться на такое нормальное. То есть воспринимать надо наличие борьбы как жизненный такой факт. Вся-то наша жизнь есть борьба. И вся-то наша жизнь есть борьба. Или как? Умер влюда два борьба, потому что жизнь борьба. Нет, нет, это из песни мы красные кавалерий стоит про нас. Блинники речистые ведут рассказ. И дальше, дальше, и дальше. И вся-то наша жизнь есть борьба. Мне будет нравиться как про красную армию, который у всех сильней. Да, но я вам хочу сказать, как у доктора Филасовских наук в заключении, что вот я занимаюсь в диалекте и главный закон, на котором стоит диалектика, закон единства и борьбы противоположности. Значит, кроме борьбы там есть единство. Вот, поскольку есть закон единства, никуда от вашей буржуазии, от вас и развода деться не может, потому что она никто и ничто без вашей работы. И это она тоже понимает. Поэтому и в этом ваша сила. Почему это удается проводить такие вещи? Ну, потому что профсоюзы иначе остановят работу. и все. И вы знаете, что и на Западе бастует, и много бастует. А у нас просто в советское время мало было за бастовку. И были в советское время. И Ленин за бастовку относился так. к нему приходят и говорят и говорят, «Владимир Владимирович, вот рабочий бастует». А что вы хотите, так сказать? Они участвовали в революции, они установили свою власть. А если они сейчас бастуют, то это по двум причинам. Или вы им не объяснили, так надо пойти объяснить. Или вы делаете неправильно, так надо исправить. вот ваши товарищи, так сказать, граждане из работодателей, если они что-то делают неправильно, надо пойти им объяснить. А если они будут настаивать, то надо воспользоваться нормами закона. У нас достаточно всяких органов. И прежде чем куда-то обращаться в суд или в прокуратуру, достаточно написать на путь им президенту. Я хочу сказать, что от президента оно сразу пойдет ниже. Но поставлено будет на контроль. Если кто-то из ваших руководителей хочет быть известным в администрации президента, то он это быстро получит. Пусть об этом не забывают. Хорошо, спасибо. Знаете, есть такой состав тех, которые на удвижение, а есть которые на задвижение. Это не сразу бывает, но оно применяется. Спасибо. Если они требуют, если они так хотят. Спасибо вам, товарищи. Очень приятно было с вами побеседовать. Я думаю, эти проблемы, которые у нас здесь поднимались, они у многих стоят. Люди мучаются этим. Может быть, тут не так получилось формально, в том смысле, что мы не просто какие-то нормы законов обсуждали, а чисто и психологические моменты, но они есть постепенно нужно перебороть себе и доходить нормальную ровную работу. Как вы думаете, например, те, кто бороли за дело рабочего класса, как вы Ленина называли, а Ленин приводил слова Некрасова. «Мы слышим звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления». А вот вы пришли, вы нам искали на меня, работодатель очень любит и хвалит. Я не знаю, я скажем так, я сам сижу в таком двойственном положении, я в научной организации, а вот уже Николай Георгиевич он бы сразу так подозрительно на вас посмотрел. Так что все хорошо, в этом смысле борьба, есть борьба, надо мне чтобы было все понятно и с опорой на закон. У меня такой вопрос еще должен. Почему рабочие, когда была революция, почему они же тоже были и дети и так далее. Они смело шли как-то на этих детей. А у нас же как люди перевернули, запугали, что они вообще ничего не хотят делать, им просто наплевать. Потому что у нас предала рабочих КПСС. Раз она предала, это как будто голова, у головы вистала у рабочего класса, он потерял. Но у нас на сегодняшний день есть рабочая партия России, которая находится в становлении, там решается все голосами рабочих. К рабочим относится, с уважением. Принимают туда не только рабочих, и даже нерабочих больше, чем рабочих. Но таких нерабочих, которые не подчиняются решениям рабочих, мы исключаем из партии. Так вот, когда вы говорите при Лене, при Лене, в апреле, в апреле 17-го года у нас было 100 тысяч членов большевистской партии. Тогда у нас, если бы у нас сейчас было 100 тысяч членов, у нас рабочих стало в 7 раз больше, чем в царской России было. В 7 раз. А как так получилось? А так получилось, что некоторые наши решили, что они без партии, без профсоюза, решат свои проблемы, думают, мы будем больше работать, больше своих урочных наберем и так далее. Это не наш метод. Вот они сейчас в это дело втянулись, а на самом деле, если вы хотите повысить зарплату, это надо делать организованной, коллективной, просоюзной борьбой. Мы предлагаем 30 часовую рабочую неделю, чтобы увеличить количество людей, работающих в рынок. Сколько часов? 30 часов. 30 часов? Хорошая идея. Это очень хорошо. Я бы на вашем месяц сразу согласился. У меня намного меньше. часовая рабочая неделя, чем у вас. Не буду говорить сколько. А у нас же, как говорится, сверхурочные, рабочие силы дешевили, 30 копейки работают часами. Потом говорят, где деньги? Да. Вы работаете больше, господи, вот вам три. А потом все, норму. А у вас вот сверхурочные как оплачиваются? Первые полтора часа, первые два часа, нет, полтора, забыл. Два. Первые два часа полтора раза, потом два раза. Голый оклад. Соблюдается? Соблюдается, но голый оклад. Стараются убрать все плоды, чтобы не было. Это неправильно, ведь должен быть не голый оклад, у вас не окладная работа, а зарплата. У нас... Вы ее возьмите в трудовом конусе, прочитайте, зарплата, туда входят премии, материи. А у нас не будет никуда. Что значит у вас? У нас... Нет, вы неправильно сказали. У нас в России зарплата входит, а вы где живете? Я не знаю, я живу. А вот вы не знаете, вы живете в России. Раз вы живете в России, то и требуете, чтобы вам платили как положено. Если вы не требуете, вам не будут платить. Людей высадили вот на этот... Когда был этот... Локдаун там, в партии Минс, все вы заплатили работниками, метрополитерами заплатили голый тариф. То есть кто не работал, премию не заплатили. Сказали, ну вы же не работали, зачем платить вам премию? Тариф это основная... Тариф это не зарплата. И тишина. Тариф это основная часть зарплаты. Почему тишина? Записывали видео уроки. Нет, записывали, а току нет, денег не заплатили, денег не заплатили, и все съехало. Вот на тормозах ничего. Может быть тот, кто... Значит, за него была зарплата. Какая ответственность за него была зарплата? Уголовная. Уголовная. Вы просили, вы возбуждали уголовное дело? Ну а кто будет возбуждать? Правосоюз должен возбуждать. Согласен. Ну а как иначе так? Вот такой у нас. Ну почему там товарищ, который как бы обращался к прокуратуре, я думаю, ему заплатили, вот и все. Да? А он так был депутат. А другие не надо. Депутат? Кто обращался, тому и заплатили, кто не обращался, не заплатили. А что же он так? У нас же было... Ну вот, это как в анекдоте про как приехали иностранцы и спрашивают, а что у вас это... что у вас нет черной икры в магазине? А он говорит, спроса нет. Вот постойте, никто не спрашивает. А почему у вас низкая зарплата? А никто не требует повышения. Да. Ну так же, что вы хотите. Так, ну это мы уже переходим к курсу, но значит, но в каждой шутке есть доля шутки. Значит, главный итог у нас какой, что нужно надеяться на коллектив, на коллективную борьбу, а не на одиночек. Это раз. Что нужно, эта борьба должна быть на основе знания законов. И главное, что нужно знать, что в коллективном договоре можно сделать больше, лучше для работников, чем в законе. В этом смысл коллективного договора. И чтобы там не говорили ваши темные люди, не знающие, не обращайте на это внимание. Это же записано все. Вот хуже нельзя сделать. Вот если напишите хуже, чем в законе, нет нормы, а лучше, пожалуйста, в этом смысл коллективного договора. То есть можно установить и другую рабочую неделю, и другие нормы охраны, и техники безопасности. Поэтому нужно не просто, скажем, оценивать ваши условия труда, а улучшать свои условия труда. У вас есть план улучшения условий труда? Есть. Вы сложили? Улучшение? Ну так это замечательно, а вы говорите, что у вас плохие руководители. Если ваши руководители составили и имеют план улучшения условий труда, передайте им пламенный привет от фонда рабочей академии. Улучшение есть, только результатов нет. Ну, вы еще сразу хотите, но план же есть, намерения есть, добрые, уже хорошо, значит, есть о чем говорить. Ну, во всяком случае, вы, наверное, понимаете, что это предполагает хорошую, постоянную, спокойную, в том смысле, что вы должны понимать, что это обычное дело. То есть без борьбы такие вещи не решаются. Конфликты интересов, противоречия интересов решаются только борьбой и известным наступлением. Это наступление предполагается и записано в наших законах, вы это все прочитали. Вот этим надо руководствоваться, пользоваться. Я так понимаю, что если вас изберут, то вы будете помогать товарищам в этой самой борьбе. Если вас не изберут, вы все равно будете осуществлять борьбу. Безусловно. Вот и все. Так что, и это дело такое, что все люди должны понимать, что иначе, иначе Россия будет просто умирать, если и сами трудящиеся, рабочие будут допускать нарушения законов, ухудшение условий труда, ухудшение жизни, больше болезней. Ну, отчего люди много болеют? Ну, отчего умирать? Строго начинается января девяностое года пошло у нас смертность выше, а рождаемость вниз. Стали ухудшаться в условиях трудовых условий жизни, и в чем пристала смертность России. А рождаемость унишается. А что, люди рождаются, теперь нужно как автомобиль купить коляску и прочие все эти вещи. Так что, от этого зависит все, от профсоюзной борьбы зависит вся наша жизнь. Сами рабочие должны понимать, что от их борьбы зависит наше существование. Правильно, никто не придет, не сделает, абсолютно. Доброго царя. А помощники будут обязательно. и рабочие партии России будут помогать, и фонд рабочей академии будут помогать, и вообще и порядочные люди, любые порядочные люди будут помогать. Так что, успехов вам в разсоюзной борьбе. Спасибо. Хороших людей всегда больше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok